Я Андрей Мэй, рад вас приветствовать на канале Просто о мультиварке. Сегодня будем готовить банановый кекс на ряженке, хотя многие говорят, что получается очень даже вкусный маффин. Кексы делятся на три типа. Сухие, такие средние и маффины. Некоторые маффины, грубо говоря, пропитывают соком, но некоторые по рецептуре получаются достаточно такими не сухими, а очень даже влажными. В нашем случае кекс получается именно такой, очень влажный. В принципе, его можно есть как с чаем, допустим, так и вообще, грубо говоря, в сухомятку, хотя он совсем не сухой. В любом случае, очень простой рецепт, очень вкусно, ярко, хорошая калорийность для выпечки, шикарная. А впереди нас ждут продукты приготовления, а в конце видео калорийности белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, желательно уменьшить время приготовления. Продукты. Для приготовления нам потребуется 200 грамм сахара, 250 грамм творога 5-процентный, 120 грамм муки, 3 яйца, 200 грамм бананов и 200 миллилитров ряженки. Ну и, конечно же, разрыхлитель теста. По продуктам у нас все, впереди нас ждет тесто. И первым нашим шагом становится смешивание творога, сахара, яиц и масла. До однородной такой массы, грубо говоря, миксером, ну минутки 2-3. После чего переходим к следующей фазе в нашей работе над тестом. Мы продолжаем делать наше тесто. Мы отправляем муку, разрыхлитель и ряженку. И все это миксером 2-3 минутки. Получаем, в общем-то, практически готовое тесто. Если бы не одно но, бананы. Что с ними делать, это решать вам. Вы можете передавить их вилкой до состояния такого теста и отправить сюда же. Тогда ваш кекс просто приобретет банановый вкус. Я же режу их очень мелкими кубиками и потом аккуратненько ложечкой перемешиваю. Тогда при изготовлении кекса вы получите маленькие кусочки бананов в кексе. Ну вот, собственно говоря, перед отправкой в чашу я так и поступлю. Как поступите вы, решать вам. Мелко порубили бананы, отправили в наше тесто. В общем-то, все готово. Мы переходим к самой выпечке. Чаши дно смажьте сливочным маслом. Где-то примерно на смазанное дно уходит 5 грамм. 50 плюс 5. И теперь отправляем наше тесто. А вот насколько тут достаточно спорный момент. Кто-то любит данный кексик более в жидком состоянии. Это 60 минут. Кто-то в более твердом. Это где-то минут 70. Я ставлю по привычке на 60 минут. А после уже даю минут 20 настояться. Как сделаете вы? Ну, посмотрите. Один разик сделаете. Будет точно. Потому что все мультиварки на режимы выпечка немножко играют. В моем случае 60 минут будет как раз. После того, как мультиварка пропищает о том, что программа выпечка выполнена, не спешите доставать кексик из чаши. Подождите где-то минут 10-15. он дойдет. Потом открываете чашу. Даете еще 5-10 минут остыть. Ну, потому что нам кекс собственно надо доставать. А потом берете тарелочку примерно по диаметру подходящую. И достаем наш кексик. Вот такого вот красавца. Всего час работы мультиварки. Очень простой рецепт. Хорошая калорийность для выпечки. Просто шикарная в калорийность. Реально. Не 400 калорий в 100 граммах. Вкусненько. Не сухой. Очень влажный такой кексик. Если хотите, кусочки бананов будут. Хотите, будет только банановый вкус. Хотите, будут кусочки, такие комочки творога. Хотите, сделайте вообще, чтобы даже следов творога не было. Все в ваших руках. Главное, очень вкусно. А значит, приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok